МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Центр притяжения". В Бобруське прошел республиканский семинар. Мы видим большой интерес. Какие темы на повестке дня? Не стал мелочиться в Осиповичах раскрыта кража сейфа. К хищению причастен 41-летний ранее судимый местный житель. Как похититель проник в закрытое помещение? Тонким перышком в тетрадь. Универмаг приглашает детей и их родителей за покупками к школе. Я осталась настолько довольна. Что предлагает ритейл? А также полная готовность, ликвидация с пользой и знак качества. На зарубежных рынках растет спрос на белорусское рапсовое масло. За что любят отечественный продукт? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Долголетнее сотрудничество. Александр Лукашенко встретился с премьером Государственного совета КНР. Глава государства отметил, несмотря на большое географическое расстояние, сегодня страны едины не только в оценках прошлого, но и во взглядах на нынешнюю политическую ситуацию, а также на будущее мироустройства. По итогам прошлого года Минск и Пекин наторговали на 8,5 миллиардов долларов. И это не предел. В активной разработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов на 3 миллиарда зеленых. Предлагаю определить стержневой задачей правительства двух стран на среднесрочную перспективу, ну до 30-го года, реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику. Развитие Беларуси мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий инноваций и качественного человеческого потенциала. Знаковым событием стало и подписание соглашения об инвестициях и зоне свободной торговли услугами. Глава государства подчеркнул, наша страна первая в Евразийском экономическом союзе, с которой Поднебесная заключает подобный договор. Также президент выразил уверенность, благодаря созданию прозрачных и предсказуемых правил, в ближайшие пять лет экспорт отечественных услуг в Китай вырастет как минимум на 12-15%, а инвестиции в Беларусь не меньше, чем на 30%. Легких путей не ищет раскрыта дерзкая кража сейфа с деньгами в Осиповичах. Хищение произошло в конце июля в одном из пунктов выдачи онлайн-гипермаркета. Придя с утра на работу, сотрудники не обнаружили металлического сейфа с 12 тысячами рублей. Сообщением о краже они обратились в РОВД. Правоохранители выяснили, укрывшись шапкой и шарфом, злоумышленник отжал окно и проник в помещение. Вырвав столешницу, он забрал хранилище и погрузил в авто. При осмотре места происшествия специалист Государственного комитета следственных экспертиз изъял следы обуви, орудия взлома, другие предметы преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и благодаря экспертным исследованиям правоохранители выяснили, что к хищению причастен 41-летний ранее судимый местный житель. Он признался в совершении кражи сейфа с денежными средствами. По результатам трансфологической экспертизы установлено орудие преступления, которое изъято у фигуранта. По факту хищения Сиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз. Бесконечная очередь, туристическая жемчужина и мониторинг ситуации. В Минздраве рассказали, насколько готовы к появлению оспы обезьян в республике. Какие прогнозы? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. На зарубежных рынках растет спрос на белорусское рапсовое масло. За пять лет объемы производства продукта увеличились почти в полтора раза. В прошлом году отечественные производители экспортировали более 60 тысяч тонн. Наибольшие поставки идут в страны Европейского Союза, также Китай, Индию, Норвегию, Грузию и Россию. В Минздраве рассказали, насколько готовы к появлению оспы обезьян в республике. В ведомстве заверяют специалисты на ЧКУ. При этом в Беларуси случаев заболевания пока не зарегистрировано. По словам экспертов, у нас имеется как весь необходимый набор препаратов для постановки диагноза, так и лекарств. Лесхозы Беларуси заготовили более миллиона кубометров ветровально-буреломной древесины. Сплошными санитарными рубками пройдено почти 4 тысячи гектаров поврежденного леса. Примерно пятая часть от пострадавших площадей. Параллельно ведется уборка захламленности. Только на лесозаготовительных работах задействованы более 3 тысяч человек. 108 автобусов ожидают въезда в Польшу. За последние сутки контрольные службы пункта пропуска «Тересполь» оформили всего 62 транспортных средства из 170 положенных. 36% от нормы. Непростая ситуация и на литовском направлении. Более 2,5 тысяч грузовых авто рассчитывают попасть в ЕС. В рамках совместного проекта «Железных дорог» за два года Беларусь посетили почти 5 тысяч россиян. Круизный поезд отправляется из Москвы и за два дня делает остановки в Бресте, Гродно и Минске. В программе посещение знаковых историко-культурных мест республики. Мемориальные комплексы «Хатынь», «Брестская крепость-герой», национальный парк «Беловежская пуща», а также замковый комплекс «Мир» и музей-заповедник «Несвиш». Есть что обсудить. Бобруськ вновь стал площадкой для диалога. На республиканский семинар съехались участники со всей страны. Лейтмотив – вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества в Могилевской области. Об инициативах города на Березине. Елизавета Липеева. Вкусный прием. Бобруськ радушно встречает участников республиканского семинара. Выставка «Дегустация продукции топовых предприятий города. Возможность оценить и всеми любимые лакомства, и новинки». Сразу после – приветственное слово председателя Бобруського горосполкома. Хорошая плодотворная работа. И, как Морислав Борисович сказал, будут вопросы, мы будем пояснять. Но вы сегодня увидите потенциал города Бобруськ. И я бы хотел, чтобы мы со своим опытом поделились, вы своим опытом поделились. Во главе угла вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. В этом направлении Бобруськ работает на ура. Объекты, которые задействованы новыми собственниками в предпринимательской деятельности – отличное тому подтверждение. Первое в программе – лесопильное пилетное производство. Еще вчера здесь было здание ликвидированного в результате банкротства предприятия. Сегодня – успешный бизнес. В самом начале реализации проекта мы получили от города на безвозмездной основе 26 объектов недвижимости. Уже есть готовый цех линии пиления и сортировки. В перспективе мы планируем в 2025 году запустить наше лесопильное производство. Создать порядка 54 рабочих мест. Город не только для жизни, но и для второго дыхания неиспользуемых зданий. Здесь вместо незавершенной стройки объектов ЖКХ красуется дилерский центр по продаже автомобилей и станция технического обслуживания. На достигнутом не останавливаются. В планах нашей организации совместно с нашим основным партнером асмарт-сервисом строительство здесь на территории еще одного объекта гаражного типа по их запросу. А также нами приобретен объект в Кричеве, также по запросу нашего основного арендатора. Для последующего развития там станции технического обслуживания, автомобилей МАС, Гомсельмаш. Апгрейд с выгодой для всех. Этот физкультурно-оздоровительный объект – центр притяжения не только для жителей микрорайона Киселевичи, но и для всех бобруйчан. Амплуа бросового здания в прошлом. Проезжая мимо здания, возникала вот эта мысль. И в один момент просто это здание выставили на аукцион. Ну и уже тогда как-то все само собой пошло. Ждали, пока оно подешевеет до одной базовой. На семейном совете приняли решение о приобретении этого здания. На пленарном заседании участники активно подводят итоги насыщенного дня, обсуждают актуальные вопросы, предложения по активизации бизнес-проектов. Мы проводим семинары только в успешных регионах. И Бобруйск здесь не исключение, а скорее пример для подражания. Мы увидели, что во все сферы деятельности можно вовлечь неиспользуемое государственное имущество. Мы видим большой интерес всех регионов. Они постоянно приезжают на высоком уровне, присутствуют здесь, как и сегодня. И у них это профессионально, поскольку они смогут хорошее решение в конкретном случае города Бобруйска тиражировать у себя. Подробности в итогах недели в воскресенье в 20.30. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Правильные линии. Лето, сезон наведения порядка и капремонта во всех сферах. Сейчас в городе идет активная работа по возведению тротуаров, а также нанесению дорожной разметки. В этом сезоне будет размечено более 30 тысяч квадратных метров, из которых 26 от плана уже выполнено. Это Минская, Бахарова, Интернациональная привокзальная площадь и другие. Обновляются не только сплошные и прерывистые, но и пешеходные переходы, островки безопасности, знаки на проезжей части. К слову, разметка возле учебных заведений, знаком «Внимание, дети!» и «Школа» выполнены в полном объеме. Дорожная разметка давно стала неотъемлемой частью автомобильных дорог, от наличия и качества которой во многом зависят организация и безопасность дорожного движения. Просим водителей быть внимательными при проезде участков, где производятся работы. Через две недели преобразятся улицы Войково, Горелика, Комбинатская, Лыньково, Джаникидзе и Энергетиков. И еще одна важная информация для водителей. С 25 августа стартует акция «Внимание, дети!». Ездить с включенным ближним светом фар светлое время суток будет необходимо по 5 сентября включительно. Комплексное мероприятие «Внимание, дети!» проходит ежегодно в целях предупреждения о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах. Водителей, которые забудут включить фары в этот период, будут наказывать административно. Нарушителям грозит штраф до трех базовых для впервые нарушивших и до восьми, если повторно. Последнее приготовление. Универмаг приглашает школьников и их родителей за покупками. Второй этаж торгового центра пестрит разнообразием всего, что необходимо современному ученику. Одежда, канцелярия, рюкзаки и ранцы. Качественная продукция отечественного производства. Цены на любой кошелек. За блузку для девочек просят от 24 рублей. За сорочку для мальчиков от 45. Юбка обойдется от 30, брюки от 45, джемперы от 55 рублей. У нас представлен широкий ассортимент школьной формы белорусских производителей. Для девочек Калинка, Купалинка, Бельбимба и другие. Для мальчиков Коминтерн, Славянка, Жлобинская швейная фабрика, Надекс. Скидки представляются на весь школьный ассортимент в размере 10%. Многодетным семьям 15%. Потеряться в изобилии ассортимента не дадут продавцы. Специалисты проконсультируют по наличию товара. Размерному ряду помогут собрать все самое необходимое. Приветливые продавцы, которые предложили товар, ребенку очень понравилось. Костюмы, конечно, шикарные. Я осталась настолько довольна. Я довольна, что мой ребенок остался доволен. Ему очень понравилось. Я надеюсь, что мы в первый класс пойдем с такой же улыбкой, как мы вышли с магазинов. Также в Бобруйске продолжает функционировать школьный базар. На ярмарке представлен огромный выбор товаров для учащихся всех возрастов. Покупатели могут найти все необходимое для школы. От формы и спортивной обуви до широкого ассортимента канцелярии. Место расположения – пешеходная зона улицы Социалистической. От Карла Маркса до Держинского. Работа продолжится по 1 сентября. От нацизма до заката. Кто считает людей за идиотов и кто не способен использовать глаза по прямому назначению? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok